Продолжение следует... 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 Вроде бы даже на первый взгляд понятно, что вот эта нулевая строка, во-первых, она единственная бывает нулевой, она никак не участвует в общей нумерации задачи, если мы говорим о номере в структуре иерархическом. Первая строчка будет участвовать. Во-вторых, нулевая строка – это единственная задача в проекте, которая может быть принципиально запланирована только в автоматическом режиме. Любая другая, первая и 131-я – это возможность переключения ручного и автоматического режима. В-третьих, это задача с точки зрения всего и длительности, и дат начала-окончания, и трудозатраты, затраты, процента завершения, всего чего угодно – это задача исключительно вычисляемая. Тогда как в первую строчку я могу какую-то длительность сама нарисовать руками и, в общем, никто не помешает мне это сделать. Но, наверное, основные особенности, отличительные вот этой нулевой строки от первой, в том, что нулевая строчка – единственная та, которая неизбежно консолидирует в себе информацию по всем задачам, какие бы ни появлялись в этом проекте. Я неизбежно консолидирую. То есть из структуры нулевой строки невозможно вывести ни один из элементов, тогда как, даже если я не промахнусь, даже если я вот эту первую строчку сделаю автоматической, когда-нибудь однажды я могу допустить какую-то ошибку. Ну, то есть почему бы и нет? Окей, да, у меня там первая строчка запланирована в автомате, например, я в том же автоматическом или каком-то любом другом варианте планирую задачи. Допустим, я по иерархии подчиняю эти задачи первой строке, допустим, я каким-то образом вычисляю или, может быть, ввожу вручную длительность этих задач, устанавливаю зависимости между задачами и вроде как у меня вычисления на уровне, даже вот так вот, без всяких ресурсов, без всяких объемов работы затрат, на уровне сроков. Они одинаковые в первой и в нулевой строке, но когда-нибудь однажды, и если бы это не было распространенной практикой, я бы про это в принципе не говорила, но когда-нибудь однажды при большом составе работ, если это сотни и тысячи строк, пользователь может промахнуться, ошибиться и какой-то, ну, хорошо, если это будет одна задача, а если это будет огромный пакет работ, большой этап работ. Просто на 128-м экране, потому что, ну, естественно, там все задачи на экран не помещаются, случайно вывести из подчинения, случайно вывести из иерархии вот этой первой строки что-нибудь, да, и вот тут вот я уже начинаю терять часть информации. Тогда как из структуры нулевой строки, ну, принципиально все-таки невозможно вывести ни один из элементов, которые есть в составе работ на этом проекте. И очень часто, если от кого-то приходит файл, прилетает каким-то образом, неважно это рабочий проект или это может быть задачи аудита, наверное, одно из самых первых действий, которые я делаю, это, собственно, отображение нулевой строки. И как минимум надо убедиться в том, что информация в первой строке совпадает с нулевой. И частенько это бывает такой крайне неприятный сюрприз, потому что в нулевой строке внезапно обнаруживается какая-то совершенно другая информация и по срокам, и по объемам работы, и по затратам, и по общему там консолидированному проценту завершения. Ну, то есть, пока это три задачи, это очевидно, а как только их становится три тысячи, ну, это уже, конечно, так себе. Да, поэтому отображение нулевой строки, это, на мой взгляд, must have то, что должно быть графикой. Да, 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 пожалуйста, вопрос. Насколько я понимаю, эта задача задается настройками, ведь я сохранял эту задачу, на правил кому-то, у кого-то другие настройки, настройки для каждого плана. В файле сохраняется эта настройка, да, 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 то есть, если у вас отображается в файле нулевая строка, человек открывая, он увидит эту нулевую строчку. То есть, это не настройки шаблона проекта на текущем рабочем месте, это настройки файла конкретного. А можно сделать настройки, например, на проект сервера, чтобы все это отображалось? На уровне сервера, при извлеченном глобальном корпоративном шаблоне, чтобы по умолчанию отображалась суммарная задача проекта. Хороший вопрос, надо посмотреть в параметрах, есть ли в принципе такая галка, всегда автоматически отображать суммарную задачу проекта. На вскидку не вижу эту галку, показать суммарную задачу проекта, параметры отображения, да, не для текущего файла, а для всех новых проектов. Да, есть галка, ну то есть, соответственно, вы извлекаете глобальный корпоративный шаблон, вы в параметрах устанавливаете для всех новых проектов вот эту установку, и, собственно, у вас настройки, да, и у вас, у всех пользователей это будет автоматически отражаться. Это, да, да, не за что, это один момент, а второй момент, который связан с этой нулевой строкой, это то, что тоже принципиально невозможно решить на уровне первой и какой-то любой другой задачи, это, конечно, вопрос бюджетирования, то есть, если, в принципе, в компании реализуется практика бюджетирования проекта, и у меня появляется какой-то ресурс на уровне этого файла или на уровне ресурсного пула компании бюджет, например, на фонд оплаты труда, и это, неважно какой тип, ну, например, затратный, и это все-таки не ресурс, а бюджетное ограничение, ну, то есть, собственно, стоит специальный флаг о том, что это не ресурс, используемый на задачах проекта, а это средство бюджетирования, то на нулевую строку я этот бюджетный ресурс, это бюджетное ограничение назначить смогу, а на первую нет, ну, то есть, у меня на первой строке, в принципе, бюджетирование невозможно, да, то есть, вот, к нулевой строке прекраснейшим образом привязывается этот бюджетный ресурс, у меня возникает назначение, возникает возможность установить, ну, собственно, бюджетную стоимость, профиль и так далее, и так далее. Если я попробую такой же фокус сделать с первой или с какой-то любой другой строкой, то, ну, собственно, и проект мне сообщит о том, что бюджетирование выполняется только на всем проекте, то есть, отдельные этапы работы, отдельные задачи, они не бюджетируются. Это еще одна из таких совсем критичных особенностей вот этой нулевой строки. Без нее бюджетирование невозможно в проекте, поэтому да. Ну, как бы не то, чтобы нельзя автоматически исправить, но просто в этом файле надо все-таки отобразить эту нулевую строчку, все остальные задачи вывести из подчинения у первой и первую удалить. Она, наверное, просто сама по себе не нужна уже. Поэтому это не то, чтобы фатальная ошибка, а фатальной ошибкой будет только первой пользоваться и на нее ориентироваться и ей верить. Вот я первый и не верю никогда. Нулевой верю. Вот все. Хорошо, это один момент. Дальше, из того, что, опять же, касается планирования состава работ. Ну, какой-нибудь следующий кейс, давайте сделаем новый проект. В составе работ, в графике проекта часто практикуется, это хорошая практика, и это, собственно, в методологии управления проектами прописано. Создание вех, да, каких-то промежуточных итогов, контрольных точек, контрольных событий, которые там для заказчика проекта будут основанием для отслеживания хода выполнения. И вот, например, у меня в каком-нибудь проекте любом есть некий набор задачи. Ну, допустим, у меня есть задачи, например, давайте в автоматическом режиме запланируем, подготовка документов и выполнение работ. Ну, не важно, какие там сроки выполнения, такой себе вопрос. Вот я знаю, что у меня между подготовкой документов и выполнением работ возникает еще одна какая-то активность, любая. Ну, например, у меня возникает вопрос согласования документов. Я знаю, что согласование документов по срокам, в общем сроке проекта, занимает 10 дней. Вот большой вопрос, как теперь это согласование документов учесть правильно в этом графике. Вариантов несколько. Я, в принципе, эти 10 дней могу сделать, могу ведь сделать запаздывание между этими задачами. В принципе, могу 10 дней, у меня учитываются, в общем, сроки проекта и, ну, в общем, все хорошо, да, все нормально. Это один способ. Но почему не запаздывание, а почему все-таки это лучше делать какой-то операцией или, например, вехой? Ну, то есть использовать вот этот вот специальный объект в проекте, на задачи со своими атрибутами и так далее, и так далее. Потому что когда-нибудь однажды меня настигнет задача актуализации этого графика, внесения фактической информации, получения аналитики по отклонениям и так далее, и так далее. И вот процент завершения по вот этому 10-дневному запаздыванию я сформировать никак не смогу. Ну, то есть я, в принципе, не смогу увидеть, на какой процент у меня выполнено согласование документов. А если это будет реализовано операцией, задачей какой-то такой же 10-дневной, и вот она у меня находится между этими двумя работами. Вот на задаче я сформировать процент завершения смогу. Я никогда не смогу на уровне запаздывания получить информацию по отклонениям. Если у меня раньше-позже началось это запаздывание, то отклонения по датам я не увижу, а по операции увижу. Я никогда не смогу запаздывание реализовать с точки зрения назначения ресурсов. Ну, то есть если у меня все-таки предполагается какая-то работа и использование моих ресурсов на этой задаче, то это, конечно, не запаздывание, это, конечно, какая-то операция. Но тут появляется еще такая функциональная возможность в проджекте как-то отобразить вот это согласование документов не 10-дневной операции. Ну, то есть я, в принципе, не хочу видеть, что это операция. Я не хочу учитывать никакую работу, никакие трудозатраты. Мне просто надо 10 дней ожидания между этими задачами. Но, наверное, все-таки не запаздывание. Запаздывание я убираю. Наверное, все-таки это объект задачи. Но в проджекте можно задачу с ненулевой длительностью сделать вехой, то есть контрольной точкой. Для меня вот это согласование документов – это не более чем промежуточный итог. Я никак. Никак у меня ресурсы не используются на этой задаче. Как это можно, в принципе, отобразить? Происходит это через сведения задачи или можно полем, столбцом отдельным отобразить. Но если через сведения, то эта вкладка дополнительная, это флажок «Пометить задачу как веху». И у меня, собственно, уходит из графика проекта, из визуализации проекта, уходит вот этот отрезок, превращается это все в ромбик. Никуда 10-дневная длительность такой задачи не делась. Ну, такой специфической все-таки задачи, да, оно как бы 10 дней, но веха при этом. Даты тоже я вижу, я процент завершения увижу. Я, в принципе, даже могу назначить сюда ресурс при желании, какой-то любой, если мне надо. Но тут такая, на самом деле, спорная практика. Можно ли так делать, нужно ли так делать? В принципе, почему бы и нет, но здесь придется, наверное, немножко поформатировать вот эту табличную часть, потому что, ну, на графике-то я вижу, что это веха. А так вот, если посмотреть просто на план проекта, то кажется, что это и не веха вовсе, а какая-то задача. Это вопрос настройки фильтров. И, собственно, проект сейчас, несмотря на то, что эта задача где-то за гранью добра и зла, да, то есть это задача длительностью 10 дней, но при этом она является вроде как вехой, он все-таки понимает, что это веха. И если я начну применять фильтры какие-то или начну применять какие-то форматирования, если я просто отберу вехи, например, да, то у меня останется это согласование документов. Или если я захочу отформатировать вехи каким-то особым образом сделать их, там, подчеркнутым штифтом, то это придется, наверное, как-то сделать, чтобы в таблице в плане проекта тоже видеть, что это контрольная точка, контрольное событие. Да, не то чтобы из этого что-то плохо или хорошо, ну, наверное, все-таки не запаздывание, потому что прогресс хочется видеть, и аналитику хочется видеть. Наверное, все-таки операция, а делать ее веха или не делать, ну, я бы предпочла, наверное, все-таки не делать. Ну, почему бы и нет? Отрезок и отрезок, да. Снять этот флажок, если уж совсем не хочется видеть отрезок этой задачи, в конце концов сам отрезок можно скрыть. Просто скрывается отрезок и все. Ну, выглядит как запаздывание. Можно, в принципе, фильтром убрать конкретно вот эту строчку. Ну, то есть это уже, опять же, настройки форматирования. И сюда же, к планированию вех, еще одна тоже не менее спорная практика. Не то чтобы она плохая или тем более худшая, но такая, очень распространенная. Когда при большом составе работ вехи живут какой-то своей отдельной жизнью. Ну, то есть у меня вот есть план проекта, у меня, например, есть эта нулевая строчка. Например, у меня там в автоматическом режиме запланированы какие-то этапы работ, какие-то фундаментные работы, какие-то работы по устройству стен и так далее, и так далее. И тут какая-то своя, опять же, иерархия предполагается в этих задачах, в этих суммарных элементах. И какие-то, ух ты, и какие-то сроки запланированы, и так далее, и так далее. Но вехи у меня почему-то при этом идут вот здесь вот отдельным списком. Где-то обычно первые там 10-12 строчек. Фундамент готов. И тепловой контур закрыт. И ноль дней. И какие-то, собственно, руками установленные даты. То есть фундамент у меня готов 9 августа, а тепловой контур у меня закрыт к какому-нибудь еще 11-11, не 11-12, не 14 августа. Вот где-то как-то так, где-то здесь. Но вот это совсем, конечно, спорно, потому что живут отдельно этапы по устройству фундамента и вехи, закрывающие эти этапы. Этапы по каким-то конструктивным работам и веха, которая должна, по идее, закрывать этот этап. То есть если у меня когда-то начнут перепланироваться этапы работ, у меня, в принципе, все по срокам разъезжается. Наверное, все-таки это должно быть встроено в структуру этапов. Наверное, все-таки это должно закрывать этапы работ. Наверное, все-таки связи должны правильно стоять. А если мне когда-нибудь понадобится, как обычно пользователи обосновывают, почему вехи отдельным списком. Потому что заказчику вроде как надо, открывая файл, видеть не всю вот эту простыню задачи, надо видеть прям вот эти 10 контрольных точек. Но это же на самом деле тоже вопрос фильтров, группировок и всяких-всяких прочих настроек. И начинают вехи связать с задачей другим? Как минимум связать, конечно, чтобы сроки рассчитывались. Ну, то есть не так, что совсем они автономны друг от друга. И если я когда-нибудь захочу вехи вот эти вот вынести для заказчика отдельным списком, то почему бы мне самую что ни на есть примитивную группировку не применить? Вот они, пожалуйста, фундамент готов, тепловой контур закрыт. Вот все сроки на месте. Ну, наверное, как-то так. Как минимум спорная практика вынесения вот этих вот вех отдельным списком. Если тут еще хорошо и правильно поработать, то можно еще и иерархию всю сохранить. Хорошо, дальше продолжаем. Опять же, на уровне планирования состава работ. Ну, вехи и вехи – это такой очень традиционный инструмент. Единственное, только вот эти вехи с ненулевой длительностью и вехи отдельным списком – это так себе. А вот в проекте есть еще один элемент в сколпе проекта – это повторяющиеся задачи. Тоже он такой, как минимум, к неочевидным относящимся. Вот у меня есть какая-то цепочка задач есть. Какие-то 10 задач. Каждая из них длится по 10 дней. И, соответственно, весь проект длится 100 дней. И мне надо регулярно, раз в неделю, например, проводить какой-то аудит. Ну да, действительно, есть такой специальный функционал в проекте – добавить. Добавить повторяющуюся задачу через задачи, вставка задачи, повторяющиеся задачи. Это, конечно, особый элемент в составе работ с особым паспортом. То есть сведения о повторяющейся задачи – это не так, как паспорт всех остальных работ. Это не вкладки. Это, собственно, модель регулярности какой-то, аудит с какой-то длительностью, не важно, по 2 часа, например. Этот аудит происходит, например, недельно и, например, вот, да, действительно, там 8 августа это все начинается. 25 декабря, тогда, когда заканчивается весь проект, это дата окончания. Окей, да, а не, ну, стоп, по каким дням, да, надо намекнуть бы проекту по вторникам. Окей, да, ну и вот такие вот 20 повторений возникают. Собственно, у меня отдельно живет график проекта со своей цепочкой задачи и отдельно вот эти вот там 20 аудитов. Раз в неделю происходят по вторникам. Вот эти вот повторяющиеся задачи – это то, что на уровне методологии управления проектами выглядит как управленческая деятельность, регулярная деятельность, сопровождающая, собственно, график выполнения работ. Потому что где-то надо там те же самые аудиты качества каким-то образом предусмотреть, совещания регулярные и так далее, и так далее. То есть тут можно, вообще говоря, этих повторяющихся задач нам наплодить много. Но, наверное, хорошей эта практика является тогда, когда у меня все-таки опять же предполагается задействование, использование, отвлечение каких-то ресурсов на вот эти двухчасовые работы. И надо понимать, что эти два часа работы где-то могут совпадать с основными задачами на проекте. И надо понимать, что там у человека, тем не менее, остается какой-то восьмичасовой рабочий день. И надо это каким-то образом учитывать, что у него, ну, на самом-то деле перегрузка возникает, да, такой дефицит ресурса. Ну, наверное, если надо дефициты ресурсов планировать, и, наверное, если надо как-то стоимость управленческой деятельности посчитать, тогда да. Тогда понятно, что у меня возникает какой-то исполнитель. Он у меня один, он у меня является критическим ресурсом на этом проекте, ну, то есть он выполняет все задачи по проекту. И еще по два часа в неделю что-то там такое аудирует, проверяет. И тут я, конечно, вижу, да, что у меня вот эти дефициты, не то чтобы они там сильно существенные, то есть я понимаю, что это, ну, на самом деле там на уровне общих трудозатрат это просто по 10 часов в неделю по вторникам. Вот такая история происходит. И если я сейчас, сейчас у меня проект до 25 декабря, если я сейчас там выровняю загрузку ресурсов, я понимаю, что это не до 25 декабря, это, наверное, до 1 января, потому что, ну, вот еще где-то тут по два часа отвлекается этот человек на аудит. И, конечно, если мне это надо учитывать в расчете сроков, то да, окей, и я понимаю, что у меня проект тоже не 100, а 105 дней длится, да. Окей, хорошая нормальная практика. Но если такой практики нет или если у меня, например, нет какой-то специальной задачи посчитать стоимость аудита с учетом использования этого ресурса, рубль в час, например, человек стоит. И да, мне почему-то важно, что там на уровне общих затрат проекта из 840 рублей, 40, это вот стоимость аудита. Ну, вот если еще и такой специальной задачи нет, то, наверное, скорее вот эти повторяющиеся задачи, они скорее хлопот добавят. Потому что они так, ну, достаточно жестко перепланируемые. Если у меня начнет изменяться что-то в основном графике проекта, там буквально какая-то одна задача поменяется по длительности. И проект у меня теперь длится 110 дней, и, наверное, мне еще надо какой-то 21 аудит сделать, то, конечно, тут проект сам этот 21 аудит не допланирует. Мне придется заходить в сведения об этой задаче и говорить, что, знаете, дата окончания какая-то другая. Ну, то есть каждый раз после перепланирования основной цепочки работ мне придется возвращаться к каждой из повторяющихся задач и руками ее, ну, руками что-то с ней делать. Во-первых. Во-вторых, вот и еще один такой вопрос, он тоже связан с управлением сроками, когда повторяющиеся задачи начинают там свой какой-то характер проявлять. Это вопрос изменения даты начала проекта. Здесь к плохой практике, к неправильной практике относится изменение даты начала в сведениях о проекте. Потому что если я сейчас вот прямо сейчас в этом простейшем проекте попробую в сведениях о проекте сообщить, что у меня там момент старта проекта откладывается на месяц почему-то по каким-то причинам, и начну я это все делать, например, 4 сентября, то тут начинается. Да, начинается, собственно, вот эта вот история с повторяющимися задачами. Основная цепочка работы, она нормально перепланируется с 4 сентября. А вот повторяющимися они начнут обризничать. Да, тут-то 4 сентября, а аудит остался у меня с 8 августа. Ну, то есть мне тоже придется заходить и что-то перепланировать. Но на самом-то деле, да, я сейчас меняю все это, на самом-то деле даже при наличии повторяющихся задач в графике проекта правильно, корректно поменять дату начала можно. И вот к хорошей практике изменения даты начала относится такая специальная команда, она сравнительно недавно вообще, говоря, в проекте появилась. Раньше действительно там приходилось как-то это все дело выкручиваться через сведения о задаче. А сейчас появился вот этот вот сдвиг проекта, сдвинуть проект, и это действительно корректировка, да, от начала проекта, включая все, включая крайние сроки, включая задачи в ручном режиме запланированные, неактивные задачи, включая вот эти повторяющиеся задачи, все хорошо, нормально, корректно перепланируется. То есть если мне надо с 4 сентября, то с 4 сентября, да, уже без всяких вопросов, без всяких там мастеров планирования. Ну, единственное, только понятно, что с аудитом придется еще чего-то сейчас руками поделать, потому что, вообще говоря, мне надо, чтобы это по вторникам происходило. У меня сейчас этот проект решил перепланировать это на понедельнике, ну, собственно, на ближайшее рабочее время. И в свойствах аудита ничего не поменялось. Ну, то есть он по-прежнему, программа по-прежнему понимает, что начинаются эти задачи 8 августа, а это не так. Поэтому использовать или не использовать повторяющиеся задачи, и когда это хорошо, когда это, наверное, не очень хорошо, это вопрос, конечно, использования ресурсов, это вопрос влияния на сроки и влияния на стоимость. Если таких задач специальных, в принципе, нет, то незачем с этими повторяющимися задачами экспериментировать и просто плодить отдельный состав работы. Хорошо. Дальше, это то, что касается повторяющихся задач, это то, что касается изменения даты начала проекта. Что, когда и в каком случае, каким образом действовать. Дальше, следующий вопрос, это уже плавно переходя к управлению сроками. Планирование, ну, например, например, прерывание задач. Есть в проекте такая функция разделить какую-то задачу. Вот это прерывание задачи, это то, что если не используются никакие специальные автоматические встроенные средства, выполняются исключительно механическим способом. Ну, то есть, вот если у меня есть, например, какая-нибудь задача, по доставке чего-нибудь, доставка. И я понимаю, что у меня эта доставка выполняется в два рейса. Я могу ее разделить на два рейса. Какая-то пауза должна быть между рейсами, водителю надо отдохнуть, например. Но только механически могу это сделать. То есть, я подношу курсор к соответствующей пиктограммке на вкладке задачи. Если нажать на эту пиктограммку, курсор приобретает внешний вид стрелки вправо направленный, появляется вот такое всплывающее окно прерывания задачи. И вот тут начинается, прицелится надо руками, собственно, с какого момента у меня должна эта задача прерываться. Тут я в этот момент могу вспомнить, что надо было правильно смасштабировать шкалу времени, надо было весь отрезок увидеть, я его могу не видеть весь на экране. Ну ладно, допустим, я решила со следующего вторника паузу добавить до понедельника 21 августа. Механически зажав левую клавишу мыши, нужно просто перетащить кусок отрезка вперед. Но вот это, конечно, то, что я в проектах не делаю никогда. Наверное, все-таки, даже если не хочется плодить особый состав работ, но, наверное, все-таки правильно это сделать двумя отдельными рейсами, первым и вторым. Какими-то в автомате, опять же, какими-то пятидневными, с каким-то пятидневным запаздыванием между ними. Наверное, все-таки... Четырехдневным запаздыванием, да? Наверное, все-таки вот этот второй вариант, он получше и поправленнее, потому что здесь я не механически прицеливаюсь, а здесь я совершенно точно знаю время запаздывания между двумя задачами. В первом варианте я никак не могу никакими столбцами, никакими полями в проджекте увидеть, когда начинается и заканчивается каждый из этих рейсов. Я не могу увидеть, когда начинается и заканчивается прерывание задачи, потому что у меня, ну, в общем, эта доставка может из нескольких рейсов состоять. То есть у меня задача там может быть порвана на условно там какое-то бесконечное количество отрезков. И да, вроде бы это экономия на уровне количества строк, но это малое такое, не очень очевидное прогнозирование, все-таки когда это все начинается и заканчивается. И, конечно, это ограниченные возможности, опять же, ресурсного планирования и отслеживания хода выполнения, потому что отдельные назначения для отдельных этих отрезков я создать не могу. А здесь я могу два отдельных назначения на два рейса сделать, запланировать использование ресурса правильно, посмотреть по датам эти назначения. А если остановка работы со стороны подрядчика, это хорошая проблема? Остановка работы со стороны подрядчика – это факт уже. То есть это фактическое выполнение. Сейчас говорю про планирование. Вот во время факта, когда уже мы начали отслеживать ход выполнения проекта, и у меня действительно прервалась задача, то есть у меня какая-то вот такая ситуация, там что-то у меня выполняет подрядчик, подрядные работы. И они изначально были тоже там какие-то неважные, десятидневные, и вот у меня там четыре дня, например, прошло, ну то есть я до пятницы поработал, подрядчик до пятницы поработал, у меня сформирован какой-то, ух ты, не то сделала, сформирован какой-то процент завершения по этой задачке, четыре дня из десяти, 40% завершения. А потом подрядчик неделю вообще ничего не делал с этой задачей. То опять же у меня есть, вот это то, с чего я начала, что если это автоматические встроенные средства, то это правильно. У меня опять же есть такая специальная функция, перепланировать всю незавершенную работу с началом, после, следующей пятницы у меня, после 18 августа подрядчик продолжил выполнять эту работу. И тут у меня, да, действительно автоматом появляется вот эта пауза. Это хорошая, вот это совершенно нормальная история, потому что здесь столбцы есть. Здесь есть два поля, которые называются остановка. Остановка 11 августа и возобновление. А когда возобновится работа, 21 августа. То есть тут я полями вижу, да. А вот в варианте, когда я планирую вот это непонятно что, я на самом деле тоже, конечно, могу, используя ресурсы, посмотреть даты. Но только используя ресурсы, и только на уровне отдельных назначений. А прогресс по каждому отдельному кусочку я потом не сформирую, да. Ну, то есть это скорее, скорее все-таки к плохому варианту, наверное, относится, к неправильному. Коллеги, если у вас какие-то вопросы есть, то вы их задавайте в чат, пишите, пожалуйста. На самом деле прерывание задачи, когда оно еще автоматически возникает в проджекте, это не только вопрос факта, это еще и вопрос автоматического выравнивания загрузки ресурсов. Вот если я, опять же, использую автоматы, если у меня разрешено там на уровне задач прерывать эти задачи, то программа тоже сама автоматом добавит, попробую продемонстрировать, как это может быть, например, есть две какие-то параллельные задачи, там устройство водоснабжения и устройство электрики. Ну, не важно, там они разные по длительности, допустим, какие-то, но параллельные, да, параллельно выполняются. И там и там у меня используется, например, какой-то ресурс рабочий. Ну, и, собственно, собственно, например, это один человек на обеих задачах. Что мне известно про устройство водоснабжения, так это то, что водоснабжение выполняется по какому-то своему особому графику, график устройства воды. Ну, вот я знаю, что у меня это водоснабжение по вторникам и четвергам делать нельзя. Вот такой вот особый календарь у этой задачи появляется, потому что мне это надо делать вместе с инженерами управляющей компании, например, эксплуатирующей компании, они по вторникам и четвергам не работают. Вот я начинаю там на уровне задачи применять календарь. Ну, естественно, у меня там сроки меняются как-то по вот этой вот задаче. И мне надо убрать дефициты ресурсов, правильно. Это тоже вопрос прерываний. Но если я сейчас начну руками прерывать вот эту электрику и делать ее по вторникам и четвергам, а по понедельникам, средам и пятницам заниматься водой, то это будет до послезавтра. А если я воспользуюсь вот этим автоматическим встроенным средством выравнивания загрузки ресурсов, у меня дефицит убирается. И, собственно, программа сама планирует, где, какими кусочками у меня этот рабочий будет заниматься электрическими работами. Но окей, если меня устраивает вот такая ситуация, когда я... Понятно, что вообще это произошло? Понятно, что почему однозначно вы его устраивали? То есть рабочий будет перегружен в тегментаровой электрике? Он не будет перегружен, все, дефицита нет никакого. Он просто... Вот смотрите, как это... Даты поменялись на самом деле. Даты-то вот этой электрики, они изменились, естественно. То есть у меня задача-то позже заканчивается сейчас. Я немножко буду говорить про то, что на диаграме Ганта закрашены те куски, которые... Да-да-да-да. Закрашены одновременно и график воды, и... А-а-а, в этом смысле. Ну, да, тут вот так вот будет. Ну, просто баг. Ну, не то чтобы баг, да, но получается, что электрика прерывается, а у воды календарь свой. Ну, то есть это разные две сущности. И, в общем, так же, как и во все остальное время, вон, суббота-воскресенье, это же не рабочие дни, да? Но тут все равно отрезок задач-то сплошна. А убрать это все можно форматированием. Ну, нет, все равно, видите? Сейчас, если я график воды выведу сюда, то оно как-то... Ну, то есть, в общем, нормального эффекта все равно, конечно, не добиться здесь, да? Но да, как-то это можно убрать форматированием, но только по какому-то графику. Единственное, только я, к сожалению, не могу отформатировать отдельный отрезок для отдельной задачи. Да, вопрос понятен, но так. Так, обходные маневры... Да, так вот, вот это вот... Вот это вопрос правильного, корректного прерывания, так же, как и во время отслеживания хода выполнения. Я не руками это делаю, да? Если мне все-таки нужна какая-то корректная информация, я в любом случае понимаю, что у меня рабочий и там, и там задействован. Я в любом случае приду в использовании задач и прям полюбуюсь, как он там через раз работает над одной, над другой задачей. По очереди по 8 часов задействован. Да, руками прерывания добавлять, это тоже, на самом деле, конечно, так себе. Что-нибудь давайте еще, наверное, успеем обсудить сегодня. Это же вопрос... А у меня, да, уже этот файлик-то... Ну, я видел, ладно, и бог с ним. Это вопрос не только руками добавлять прерывания на графике надо. Вообще ничего руками на графике делать не надо, потому что если у меня... Это, ну, можно иногда, если это учебный проект какой-то вот такой, да, и мне его, в общем-то, не жалко, мне надо, например, добавить связи между задачами, то почему бы и нет? Я могу на графике вот так механически просто протянуть связь от одного отрезка к другому. А в большом проекте так делать не надо, потому что я могу случайно вместо того, чтобы добавить связь, я могу просто случайно подвинуть отрезок задачи, я могу случайно вместо связи длительность поменять, я могу случайно вместо связи вообще процент завершения в эту задачу добавить. Ну, то есть вообще вот когда мышь, да, курсор попадает вот сюда в графическую часть, тут вообще лучше никаких манипуляций с этим не производить, потому что оно вроде невинное действие какое-то, любое сделано. Вот я просто кликнула где-то там в любом, ух ты, в любом свободном месте, на любом свободном месте графика, а Project мне какую-то задачу взял, создал. Ну, то есть это, с этим аккуратно, в любом представлении, в сетевом графике, например, тоже можно случайно создать какую-то задачу. Из того, что давайте успеем еще обсудить, это вопрос планирования суммарных задач. Это не то, чтобы распространенная практика, но это не практика вообще, это ошибка, которую частенько допускают, это планирование суммарных задач в ручном режиме. Ну, то есть, в принципе, планирование задач в ручном режиме, это надо просто хорошо понимать, прогнозировать, как будет вести себя график, если я руками сейчас начну, уберу с Project вот эту ответственность, да, за вычисление даты, руками сама начну устанавливать даты. А уж тем более, если этот ручной режим планирования применяется к суммарным задачам. Как возникает такая ситуация, такая история? Если у меня есть, например, этапы работ, допустим, я их даже изначально запланировала в автоматическом режиме, этап первый и этап второй, и, допустим, там устройство фундамента и укладка стен. И, например, у меня здесь какой-то, там, не знаю, котлован с бетонированием, а здесь тоже какие-то работы по этим самым... Давайте не один, два, все-таки какие-нибудь, три, четыре. У меня в суммарных задачах, до тех пор, пока они живут в автоматическом режиме, математика правильная. То есть у меня на уровне суммарных задач выписляется, собственно, сводная длительность, сводные даты всего, что в эту суммарную задачу вложено. Но если у меня когда-нибудь, как у пользователя, дрогнет рука, и я вот сюда в длительность этого первого этапа или второго, или неважно какого этапа, поставлю что-нибудь руками, вот это вот то, что можно вообще, в принципе, отредактировать в поле длительность для суммарных задач, это страшное дело в проекте, с этим, в принципе, надо быть очень аккуратным. Ну, то есть я, например, во второй этап работы возьму и поставлю там восьмидневную длительность. Или даты начну регулировать руками. У меня тут же задача переходит в ручной режим планирования. Если я еще позаботилась, перед этим скрыла вот это поле, режим задачи, то увидеть я это могу, в принципе, только на графике. Так оно вроде бы идеология того, что, в принципе, в программе могут существовать задачи суммарные и одновременно ручные, она вроде бы понятная. Это такой подход, планирование, что называется, сверху вниз, от общих крупных задач к мелким. Ну и вроде как, если мне на весь этап выделили восемь дней, то я уже начинаю там как-то распределять это по отдельным задачам. Пять и три. И вот у меня все, сейчас все хорошо и все совпадает. Но в чем может быть совершенно фатальная ошибка когда-нибудь однажды? Когда у меня задача становится ручной, неважно суммарная или несуммарная, у меня теряются любые зависимости этой задачи от чего бы то ни было. И если несуммарная задача в ручном режиме запланирована, то игнорируются хронологические зависимости. А если суммарная задача запланирована в ручном режиме, то игнорируются иерархические связи. То есть у меня вообще нет никакой связи вот этого второго этапа работ с третьей и четвертой задачей. То есть если когда-нибудь однажды у меня возникнет зависимость между этими операциями из этих двух этапов отдельных, то у меня как бы сроки суммарной задачи, они как бы совсем вообще не отображают того, что есть на уровне вот этих вот отдельных операций. Они вообще своей жизнью живут. То есть у меня разрушено, подчеркивается, да, но у меня совсем разрушается вот эта иерархическая связь. Да, на уровне вот этого красного подчеркивания я действительно вижу, что тут какая-то ошибка. И в общем на уровне отрезка я могу, если присмотреться, если я там не первый раз работаю с проектом, уже могу понять, что это все-таки какая-то проблема и что-то там не так. Но дело в том, что запретить использование ручных задач в этом файле я как раз совсем не могу. То есть применить по умолчанию автоматический режим – это можно, а запретить – нет, никак. Можно красные подчеркивания подчеркивать по каким-то полям. Есть, но на более 100 отцов. Вы имеете в виду ошибка какая-то? Да, что вам близало, что у меня возникает проблема. Я на эти красные подчеркивания прощаю. Мои подчеркивания не всегда. И мне бы хотелось брать, допустим, эту информацию с Project Server, поле, которое содержит ошибку. Ошибка, ошибка. Как она может… Я думаю, что есть такое поле, но вот навскидку сказать какое-то название. Я думаю, что есть такое поле. Мне кажется, я его встречала. Ну нет, быстро так не вижу, но, наверное, все-таки есть. Наверное, все-таки есть такое поле. Если игнорируются вот эти хронологические связи между задачами, то это можно посмотреть в столбце «Общий временной резерв». Вот там вот я увижу проблему. А если игнорируется иерархическая связь, как-то интуитивно кажется, что обязано быть такое поле, показывающее это предупреждение. Что-то в районе инспектора задач надо смотреть. И так далее. Посмотрю где-нибудь под видео на Ютюбе, напишу ответ на вопрос. Хорошо. Да, задачи запланированные в ручном режиме и при этом еще и суммарные, но это где-то совсем, да, это полный разрыв здравого смысла на самом деле. Да, убрать, конечно, эту ошибку можно, например, вернув задачу в автомат. Но все-таки лучше этого, этой проблемы вообще не допускать. Потому что что такое игнорирование хронологических зависимостей и почему мне там нужна ошибка, я понимаю. А что такое игнорирование иерархических зависимостей между задачами, вот это я вообще не представляю себе, где бы это, когда бы это могло бы стать полезным внезапно. Ну и, наконец, еще один вопрос, такой последний, что вас сильно не задерживает, вы у нас, как всегда, 45 минут на этот семинар, но тем не менее, все-таки хочется сказать. По поводу зависимости между работами. Это же очень частая дискуссия, которая возникает. Что мне сейчас с этими двумя этапами работ делать, если они должны выполняться друг за другом? Мне связывать между собой суммарные задачи и они выполняются друг за другом? Или мне устанавливать связь от операций? Так, как это предусмотрено, собственно, методологией PMI. Что к чему приведет? Здесь, если позволите, просто такая, ну вот, точка зрения, такое глубокое убеждение, что и тот, и другой вариант правильный. И тут аргументов и в пользу одного, и в пользу другого тоже достаточно. Связь между операциями из этапов работ, это вообще-то то, что методологически правильно, как минимум, потому что в стандарте управления проектами это называется последовательность операций, ну то есть это sequence activities, активности, да, активности связываются друг с другом. Методологически правильно, потому что зависимости между работами это инструмент сетевого планирования. Сетевое планирование, сетевые графики, они вообще, в принципе, никак не рассматривают идею и иерархии. То есть сетевой график – это цепочка операций проекта. В проекте мы теряем визуализацию. То есть мы сейчас при такой связи с клубом этапа 1 и 2, мы будем связывать? Да, 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 если… Да, ну, конечно, есть аргументы и в пользу вот этого подхода, когда не операция, а этапы работ связываются. Аргументов тут тоже достаточно. Это не только вопрос визуализации. Например, это еще и… Знаете, такой случай, несмотря на то, что сетевой график – это все-таки операция, и сетевой график и иерархии никакого отношения не имеет, но тем не менее все вычисления сетевого графика при таком варианте, они тоже будут абсолютно корректны. То есть у меня правильно посчитаются критические путь, у меня правильно посчитаются резервы, все там ранние и поздние даты по задачам, то есть никакой ошибки не будет. Еще один аргумент в пользу вот такого подхода, например, то, что этот подход, мне кажется, принципиально невозможно избежать на проектах, потому что планирование состава работ – это же, ну, такая итерационная задача на проекте, и, соответственно, я, например, все, прямо уперлась в эту методологию PMI, сделала связи между операциями, а потом я начинаю декомпозировать вот эту вот вторую операцию, и оказывается, что она там тоже из чего-то состоит, из каких-нибудь маленьких вложенных задач, ну и все, и привет моей методологии. У меня теперь, в принципе, методологически криво это все сделано, потому что у меня связь от суммарной задачи к операции, да, ну и что, ну и что, да, ошибки здесь не будет, здесь я не могу вот так вот развести это, там, хорошая практика, это плохая. Наверное, это просто неизбежная практика, потому что сейчас, конечно, там менять всю цепочку работ, ну зачем, да, я просто декомпозировала вторую задачку, и нормально. И да, это вопрос, конечно, отслеживания хода выполнения, накопления факта, накопления процента завершения, на уровне чего у меня происходит отслеживание, на уровне чего аналитика происходит, и, собственно, насколько вот эти зависимости между задачами вообще являются жесткими. А если у меня когда-то по факту, все-таки третья будет выполнена раньше, чем вторая. Ну так же тоже бывает, да, это то, что называется дискреционные зависимости, мягкая логика, необязательная. То есть она вроде как установлена изначально, и она воспринимается в проекте нельзя. Обязательные дискреционные зависимости развести, да, то есть они все как обязательные, понимаете. А если у меня когда-нибудь однажды там начнется на уровне выполнения, уже реального выполнения работ, начнет изменяться эта хронология задач, то что у меня должно перепланироваться, суммарные задачи или отдельные операции. Всегда, когда речь идет о, ну не знаю, о практике работы в этом сам программе, наверное, в любой, в том числе в проекте, это вопрос устойчивости графика к потенциальному перепланированию. Вот эти вот все длительности там, вех, да, они нулевые. Вот эти вот все повторяющиеся задачи, вот эти все прерывания задач. Это же какой-то, ну, что называется, опциональный функционал вообще-то программы. Ну, то есть как функция эта присутствует, но, в общем-то, не обязательно этим пользоваться. Тут надо бы 20% функций программы можно реализовать 80% методологии, 80% управленческой информации, которая мне нужна от этого файла. И так же, как и в любой другой программе, наверное, по отношению к проекту это тоже справедливо. Но это, конечно, декларация, но вот если позволите мой вывод, чем меньше функций использовано при планировании, это как с фотошопом, как с обработкой фотографий. Если я использую все, что есть в фотошопе, ну, это будет нечто странное. Вот то же самое и в проекте. Если я начну использовать все функции, какие есть там для управления составом работы или управления сроками, это будет хрупкая конструкция. И любое изменение, которое я буду вносить в этот план проекта, будет приводить к тому, что мне весь план пересматривать надо. Да, а если я совсем-совсем вот такими эволюционно самыми древними вещами пользуюсь, ну, то есть это просто операции, просто в автоматическом режиме, просто с зависимостями, просто с какими-то ресурсами назначенными на эти задачи, то и хорошо, да? Ну, то есть вот он, базовый функционал программы, который и позволит мне сделать то, что мне надо. Хорошо, коллеги, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Мы так немножечко еще и подзадержали сейчас. Ну, это не все, что хочется рассказать, конечно, и про управление сроками. На следующий раз ресурсы с фактом остаются. Это вопросы мультиназначения ресурсов на задачу, это вопросы учета резервов по рискам, например, как их правильно закладывать, и использовать или не использовать затратные ресурсы, как вычислять процент завершения потом в проекте. Ну, это то, что за кадром остается. И все эти вопросы, они рассматриваются в рамках курсов по управлению проектами, инструментальной ветки работы с проектом. Ну, вот так вот детально это рассматривается на авторизованном курсе Microsoft. Собственно, не только уже, здесь мы смотрим, да, такую концентрированную информацию, уже такая квинтэссенция, выжимка из всего, что есть, да. Плавно обсуждаем, что, почему, как и когда. Поэтому welcome, буду рада и вопросам, и письмам по электронной почте, и вам на всех мероприятиях Центра специалистов. Спасибо всем. И следите за вам самим. Спасибо.